всем привет у нас продолжение нашего разговора про питончик для начинающих надо сказать что я постоянно мечусь между желанием рассказать все самое интересное и желанием как-то все упростить то есть рассказывать только самое необходимое причем в таком варианте при котором это самое необходимое не требует ну какого-то сильного напряжения вообще говоря ни то ни другое неправильная позиция рассказывать самые интересные начинающим это на самом деле рассказывать им самые неинтересные потому что слишком много информации это скорее тяжело чем интересно вот а вот упрощение может привести к тому что вместо питончика у нас получится какой-то ну совсем странный диалект а вот ну в общем в общем не факт что это то что нам нужно так что люди которые ожидают от меня совсем каких-то простых и только простых утверждений я у них заранее прошу прощения мне кажется это не неправильным вот терпите какие-то вещи которые вам не до конца понятно с первого раза спрашивайте в чатике я всегда готов ответить не только я ну вот на этом мы собственно предварительную часть закончили давайте давайте немножко поговорим о том чем вообще с будем сегодня заниматься сегодня будем заниматься продолжать условные операторы и наконец-то у нас будут циклы вот и это очень хорошо потому что без цикла никаких не бывает алгоритмов на самом деле ну точнее не совсем без цикла но неважно не бывает вот прежде чем на этот счет поговорить давайте мы немножко а я обещал только до запускать ну ладно вот давайте немножко поговорим про прошлое домашнее задание вот у нас была такая задачка про значит треугольник про нее неравенство треугольника она в принципе совсем простая как и все задачки которые у нас были и джаджи да но у нее есть особые свойства которые как раз хочу сейчас показать вот давайте мы напишем решим эту задачку раз уж только не вим а я обещал пользоваться этим самым да пойдем пойдем вот давайте я напишем чтобы значит посмотреть что так что не так начинать нужно ввести три положительных числа вещественных видимо вещественных да этим еще вот тут включим такую штуку очень удобная номера строк флот от input лоба и вот значит вот б с вот мы ввели три положительных числа и теперь надо проверить что из этих трех из сторон из отрезков длиной а боится можно сложить треугольник это означает что что если у нас а плюс б давайте фэншую фабельчики везде расставим меньше меньше лев равно ци обращаю ваше внимание что выраженные треугольники допускаются ц и при этом ив б плюс ци меньше лев равно а и при этом еще ив ци цели а плюс ци меньше ли равно бы только в этом случае нам надо писать с вот а во всех остальных случаях надо писать но соответственно как мы можем поступить можем поступить вот так вот это будет довольно глупое решение но мы попробуем так сделать вот да и здесь такая же фигня давайте мы сдвинем вот так и соответственно вот так вот смотрите какой получился у нас код про не раз треугольник если у нас только не меньше равно больше равно я постоянно ошибаюсь здесь почему-то почему-то здесь постоянно ошибаюсь всякий раз вот значит смотрите в случае когда одновременно выполнены все три условия сумма двух сторон двух любых сторон превышают третью только в этом случае когда не меньше 3 только в этом случае у нас возможен треугольник обычный или выраженный во всех остальных случаях например здесь вот если у нас сумма двух сторон не превышает треть треугольник и считается ну как бы не существует потому что а плюс б у нас оказывается будет а плюс c больше чем в случае если мы проверили что б плюс c у нас оказывается больше чем меньше чем а до а плюс c меньше чем вы бы плюсами чем а там тоже треугольник не существует и когда мы проверили что а плюс б у нас меньше чем c тоже треугольник вот такое решение домашней задачи вполне нормальное за исключением некоторого ощущения не аккуратности или точнее избыточности от вот этих print но да нам во всех трех случаях нужно писать но вот а мы и значит каждый из этих трех случаях вынуждены обрабатывать отдельно мы можем к слову решить эту задачу по-другому вот например написать следующим образом вспомнить что есть такая штука как результат сравнения мы можем положить в логическую переменную до написать что-то типа резалт равняется и по умолчанию решить что у фулс вот вот здесь вот написать что резалт равняется труд а нет погодите дать проверим что работает 4 вернемся 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 вот давайте проверим что она работает треугольник не треугольник ну в общем я думаю что вы мне верите что она работает там она настолько симметрично что трудно значит задать такие данные при которых ну как бы при котором они работают вот так вот мы могли бы решить задач немножко по-другому вспомнить про то что результаты сравнения можно хранить в отдельных переменных и вообще можно вступить так заранее решить что у нас из этих трех переменных нельзя сложить треугольник а в случае когда все три условия выполняются поменять наше решение на противоположных при этом нам вообще не понадобятся вот эти вот вот эти вот else потому что понятно что если я не поменял значение резалт не поменял значение резалт на слово с фолст на трулу то у меня она так и останется фолст и теперь можно просто писать и фрезалт обратите внимание ни с чем не сравнивать слова резалт потому что и фрезалт это есть и фолст или и в труб здесь будет принять естественно если ну вот уелс вот в чем ну дайте проверим я думаю что я прав в чем отличие этой этого кода от предыдущего мы ввели так называемую флаговую переменную то есть мы теперь не пытаемся проделать те действия которые от нас требуется прямо в тот момент когда мы осуществили нужное сравнение мы можем эту ситуацию простить за счет чего за счет того что мы делаем предположение относительно того что в большинстве случаев если сравнение эти неверные у нас результат фолст и соответственно это предположение записываем называем словом резалт вот так вот собственно я про это и рассказываю что можем положить это сделать предположение 1 относительно того что результат будет фолст а потом его поменять в случае если действительно у нас все наши наши условия выполнили мы еще могли там вычислить максимум но не буду я хотя мне написано с вычислением максимума не буду я про вычисление максимума рассказывать это только голову вот кстати сказать в том же домашнем задании была задачка сейчас покажу ее вот была задачка минимум и максимум и где нужно было вычислять минимум максимум не используя функцию мин и маска макс хотя они в питоне есть и к ней был необязательное упражнение попробуйте написать однострочник который из трех переменных выбирает минимум что тип такого мы равняется и дальше какая-то фигня и дальше какая-то фигня из трех переменных ну давайте мы их введем а bc равняется вот и найдем с них максимум за одну строку как найти максимум из двух переменных с помощью логического что оператором трехместный тернарной операции логической очень просто мы можем написать что-то типа м равно а и в а больше b else b else только но ты из двух а как из трех а табуляции вот это из двух а как из трех ну по-хорошему мы можем что сделать мы можем теперь вот этот максимум сравнить с м равняется m и в m больше c else c вот вот пожалуйста как эту задачку решить в две строки да вот теперь мы действительно находим максимум из этих трех чисел он равен 67 напоминаю что тернарная операция устроена таким образом что посредине у нее лежит условия а слева и справа у нее лежат возможные варианты ответа сначала вычисляются условия если она верно вычисляется ответ что слева а если она неверно ответ что справа и результатом этой операции является либо а либо b в зависимости от того у здесь у нас стоит true или вот потом мы его повторяем и выбираем уже между m и c максимальный и вот пожалуйста результат нашего сравнения здесь вот но поскольку в питоне появился такой хитрый появилась такая хитрая операция именование на лету она же маржовый оператор волос оперейтер вот мы можем переписать это все в одну строчку да я думаю вот тут андрей говорит что вариант похож на перловый я думаю оттуда просто и взято мы можем переписать это это выделение максимума в одну строчку используя тот факт что мы можем по ходу связать наше вычисленное максимальное значение с именем м и потом к этому имени м обращаться то есть вот это вот все можно ставить вот сюда и написать буквально следующее и обравняется м и только здесь надо использовать операцию связывание на лету больше c лс вот что сейчас произошло вот эта тернарная операция вычислила максимум из двух значений а или b так же как тут написано дальше непосредственно внутри выражения мы ее связали с именем м такая штука называется побочный эффект в языках программирования потому что внутри операции арифметической или логической у вас происходит изменение пространство имен вы заводите имя м ну точнее меняете так вот с результатом этого выражения было связано имя м и поскольку правила вычисления нашей логической операции такие что мы сначала вычисляем вот это потом либо вот это либо вот это, да, вот это, потом либо вот это, либо вот это, то в момент вычисления вот этой операции оказалось, что после того, как мы посчитали то, что тут написано, m уже существует, потому что мы его вот здесь вот связали с результатом вот этого сравнения. Теперь мы можем вот все это, оно равно самой операции сравнить с c, и если m у нас больше c, то в результате вернуть m, а если меньше, то тут c. Если вам вот в этот момент стало уже тяжеловато и непонятно вот эта конструкция, не вспоминайте про нее, она скорее для тех, кому хочется повеселиться или очень коротко записать что-то относительно несложное, но необходимой она не является точной, это вот как раз я поддался, поддался искушению еще в прошлый раз, рассказать про интересное и полезное вместо того, чтобы рассказать про необходимое. Вполне достаточно вот других вариантов. Но наша сегодняшняя тема состоит в том, что на самом деле здесь мы слегка не ту информацию сообщаем читателю этого текста, да, питон отлично работает, это программа работающая, это решение домашнего задания, но мы читателю этого текста сообщаем слегка не ту информацию, к которой собираюсь, потому что в действительности у нас нет необходимости проверить сначала одно условие, потом, если оно верно, проверить другое условие, а потом, если оно верно, проявить третье условие, да, вот именно в таком порядке. Мы хотели сказать более простую вещь, на самом-то деле, своим решением. Мы хотели сказать, что надо, в случае, если все три условия верны, то результат верен, а в случае, если хотя бы одно из них неверно, результат неверен. И вот в этом нам поможет наша сегодняшняя новая тема, которая называется логические выражения. С логическим выражением все просто. Я надеюсь, они были у вас в школе в информатике, но если это было давно или если это было плохо, то, поверьте мне все это реально очень просто. Вот. Это такие выражения, которые позволяют как раз отвечать на вопрос, верно ли, что и одно условие, и другое условие истинное. Вот можем написать true and true. Вот. И получить естественный ответ, что в ситуации, когда нам важно, чтобы оба условия были истинные. Результат true and true истинно. Во всех остальных случаях результат ложный. Операция и, она же называется логическим умножением. Она же называется, дай бог памяти, конъюнксой. Устроена таким образом, что если у нее хотя бы один false у операндов, то результат false. А если оба операнта true, то результат true. И это совпадает с нашим бытовым пониманием условия под названием и, когда мы говорим, что ботинки должны быть красивые и удобные. Мы имеем в виду, что нам не подойдут ботинки красивые, но неудобные и не подойдут также ботинки удобные, но некрасивые. Нам нужны красивые и удобные. Быстро и дешево. Вот это все. Кстати, я ничего не говорил про дешевые. Возможно, мы хотим несбыточного. Красивые, удобные, красивые и удобные и дешевые. Значит, нам нужно все три, чтобы условия выполнялись. Это и. По аналогии с и существует условие или or, которое выглядит так, что оно равно true в любом случае, когда хотя бы один из операндов равен true. Или, если по-другому, результат условия и равен false, только если оба операнта равны false. Вот видите. И только если оба равны false, результат операции или, операции or или, она же логическое сложение, она же дизъюнкция, равен false, только в случае, если оба элемента равны false. Здесь тоже наблюдается некоторое соответствие бытовому пониманию операции или за одним исключением. Мы в быту иногда имеем в виду под или некоторые исключающие или. Выбирай или этот кот, или я. Вот. То есть, очевидно, маму дяди Федора имеет в виду исключающие или, потому что, видимо, с ее точки зрения, папа может выбрать либо кота, только кота или, да, либо, значит, о маму дяди Федора. Кстати, сказать по мультфильму, получается, что мама дяди Федора просто совершает логическую ошибку. И на самом деле там, разумеется, самое обычное вот такое или, потому что мультфильм, разумеется, финиширует с выбором одновременно и кота, и маму дяди Федора никому от этого не страшно. Вот. То есть, операция или равна истине в случае, если истинный или один аргумент, или другой, или оба сразу. А вот равна лжи в случае, если оба ложные. Коротко это можно записать в такой штуке, которая называется таблица истинности. Вот она. Вот. Когда написано, ну, вот то, что мы с вами проделали руками, здесь написано непосредственно явно. На самом деле, вот здесь вот есть ссылка на лекцию для программистов. В питоне все немножко хитрее, но про эту хитрость я вам рассказывать не буду, потому что вот тут уж точно это, то без чего можно обойтись совершенно без потерь, за одним исключением. Вот это исключение здесь не написано, но это важное исключение, которое надо себе представлять, хотя пользоваться обычно этим необязательно. Исключение это называется ленивые вычисления. Ленивые. Вообще, я очень люблю все ленивое, в том числе и ленивые вычисления. Ленивые вычисления это ситуация, при которой нам необязательно вычислять все выражение, если мы уже знаем, что это выражение будет истинно или ложно. Смотрите, один больше двух, and два больше трех. Результат этого выражения, разумеется, false, потому что у нас оба операнта ложные. И один у нас на самом деле меньше двух, и два у нас на самом деле меньше трех, но не больше в общем. False. В действительности питон поступает следующим образом. Он вычисляет первый оперант. Если он уже false, первый оперант уже false, то результат этого выражения уже false. Нам не нужно вычислять второй оперант вообще. Понятно, по какой причине. Мы уже заранее знаем, что второй оперант, что результат этого выражения false. Потому что если мы напишем наоборот, два меньше трех, то все равно результат этого выражения false, потому что в первом операнте явно false левый. Поскольку операнты вычисляются слева направо, то первый оперант преимущественный. Первый оперант вычисляется всегда, а второй только в том случае, если первый оказался true. Почему так? Ну потому что если у нас первый оперант оказался true, тогда неизвестно, false у нас или true результат у операции end. Надо проверить второй тоже. Это единственный случай, когда нам нужно проверять второй оперант, когда первый оказался true. Тогда если второй false результат false, а если второй true, то результат true. Что это значит? И это значит, что мы можем понадеяться на то, давайте, что в этом нашем сравнении вторая часть будет вычисляться только тогда, когда истина первая. Например, if if b не равно нулю, end a делить на b больше одного. Только не if, а просто. False. Почему? Потому что a делить на b меньше одного. Хорошо, давайте напишем 12. True. Все клево. Как вы думаете, что произойдет, если я напишу 12.0? Обратите внимание, что a делить на b это деление на 0. Ну, собственно, есть вариант 2. Значит, первый вариант, что у нас будет деление на 0. Второй вариант, что у нас будет false. И второй вариант верный. Почему? Как мы только что выяснили в операциях end и or, второй оперант вычисляется только тогда, когда из вычисления первого не следует ответ. А в данном случае из вычисления первого следует ответ. Но мы написали, что b не равно нулю, а b у нас равно нулю. Сравнили. И поскольку он уже, здесь уже false, результат уже false, второй оперант вообще не вычисляется. Как видите, a на b не вычислилась ни разу, потому что иначе у нас была ошибка деления. Если бы здесь написали or, вот тогда бы эта ошибка возникла. Почему? А по той же самой причине. Мы выяснили, что b не равно нулю. Проверили вернее. А b не равно нулю. Смотрим в табличку вычисления для or. false, первое значение, это false, b у нас равно нулю. И это значит, что ответ зависит от второго значения. Его придется вычислить и в зависимости от него вывести ответ. Именно поэтому пришлось вычислить a на b больше или равно 1. И при попытке вычислить a делить на b, произошло деление на 0. Вот. И это что касаемо ленивых вычислений. Давайте я впишу план лекции, потому что я это вставил и пускай это будет. Вот максимум уберем. Напишем здесь с промежуточным перемен, с промежуточным значением. А, нет, с гипотезой о результате. Да, с гипотезой. А здесь напишем ленивые вычисления. Такие свойства, значит, алгебра логики в нашем питоне. Ну что, давайте вернемся к нашему неравенству треугольника, обогащенный знанием про ор, энд. И еще есть нот, я забыл напомнить нот, но нот это очень простая штука. Это нот, это нот, ну давайте я покажу, да, чтобы не быть голословным. Это превращается true в false, а false в true. Например, это true, а если мы напишем нот, это будет false. Вот, обращаем ваше внимание на то, что скобочки надо ставить в случае, если мы хотим все выражение сначала вычислить его, а потом вычислить от него отрицание. А, еще надо сказать, почему энд называется логическим умножением, а ор логическим сложением, потому что у них разные приоритеты. Мы можем написать что-то типа true, ор, нет, энд, false, ор, true. И посмотрите, что получится. Получится true, а здесь напишем false. Получится false. Почему? Потому что сначала, а, нет, не в правильном порядке. Давайте попробуем true, ор, false, энд, true. Нет, не так, вот так. Вот отсюда видно, что в этой операции скобки расставлены следующим образом. Сначала вычисляется логическое умножение, то есть энд, вот, и это false. Потом вычисляется логическое сложение, то есть ор, и это false, ор, false, и результат false. Если бы мы вычисляли это все подряд, получилось бы немножко не так. Здесь бы получилось true, а, нет, так бы получилось. Соврал я. Но и тем не менее, извините. Но, тем не менее, факт остается фактом. Скобки расставляются именно таким образом. Вот таким образом они расставляются. Помните это. Итак, вернемся к нашим баранам, точнее, к нашим треугольникам. Как переформулировать наши условия? Напоминаю, условие застоит в том, что одновременно должны быть истинно три утверждения. Сумма А и Б превосходит, не меньше С, сумма А и С не меньше Б, сумма Б и С не меньше А. Ну, очевидно, объединить вот эти сравнения операторами и, потому что нам нужно, чтобы все три условия были верны. И НД, Б плюс С меньше Ревно, НД, А плюс С меньше Ревно, Б. Ну, и здесь можно тогда написать принт ЕС, ну, и результат убрать. О! Вот так вот решается эта задача с применением алгебры логики. И вот, обратите внимание на то, что никаких скобочек между отделяющих сравнение от Энда не нужно, потому что приоритет Энда все-таки очень низкий. Он ниже, чем приоритет арифметических операций и ниже, чем приоритет операций сравнений. Да? Именно из-за этих приоритетов здесь в этом выражении не стоит ни одна скобка. Арифметические операции имеют более высокий приоритет, чем сравнение, поэтому скобок не надо. А сравнение имеет более высокий приоритет, чем логические операции, поэтому скобок тоже не надо. Вот такая вот задачка. На самом деле она решается так. Это не значит, что от вас требовалось именно это решение. От вас требовалось, чтобы она работала. Вот. Я специально ее такую задал, чтобы сегодня показать решение. Но, верьте мне, это правильное решение. Вот. Но тут трудно ошибиться. У меня таких два... То есть один такой вопрос. А если мы хотим, грубо говоря, в нашем условии, вот здесь, проверить не тот факт, что данная фигура является треугольником, а тот факт, что данная фигура не является треугольником, то есть написать вот в этом случае no, no, а в этом случае yes. Что мы должны сделать? Мы должны вот здесь сформулировать... Давайте мы это закомментируем, чтобы было видно, как это было раньше. Вот. Заодно, для тех, кто не знал, если в тексте питона встречается решетка, то все, что следует за ним, называется комментарием, и никак не интерпретируется в работе питона. Так вот. Давайте сформулируем теперь обратное утверждение, что данные три отрезка не являются сторонами треугольника. Ну, прежде чем его формулировать, скажем так, по уму, давайте мы зачитим, зачитерим вернее, и скажем, что утверждение, что данные три отрезка не являются сторонами треугольника, является отрицанием. Утверждение, что данные три отрезка являются сторонами треугольника. Вот это правильная формула. Да? Вот это сравнение, как мы уже договорились, проверяет, что данные три числа являются сторонами треугольника. Соответственно, вот это проверяет, что данные три числа не являются сторонами треугольника. Ну, и поэтому пишем, ну, а здесь есть. Давайте проверим, но я думаю, что это правда. Ну, в общем, и так дальше. Вот. Но я, конечно, хотел не этого. Я хотел подумать над тем, а как сформулировать нам утверждение, что данные три числа, данные три числа не являются сторонами треугольника. Ну, очевидно, что должно произойти некоторое сравнение на больше. То есть у нас сумма А плюс Б должна быть меньше С. Или сумма Б плюс С должна быть меньше А. Или сумма А плюс С должна быть меньше Б. Но обратите внимание, что я говорю или. Или, то есть, нам достаточно того, чтобы хотя бы одно из этих условий было не выполнено. Смотрите, да? Значит, чтобы проверить, что данные три отрезка не являются сторонами треугольника, нам достаточно, чтобы хотя бы одно из этих условий было false. То есть, в данном случае мы пишем просто что-то или что-то или что-то. На всякий случай напомню, что поскольку это обычные операции, в данном случае это арифметическое сложение, одно же, дизъюнкция, то можно считать это вот так, если хотите. Это одно и то же. Так же, как для сложения скобочек можно не искать. В этом случае это и с бытовой точки зрения правильно, да? Мы проверяем, что мы проверим хотя бы одно из условий на истинность. Если хотя бы одно из этих сравнений даст нам истину, значит это уже не треугольник. Правильно? И давайте проверим, но я опять-таки уверен, что у нас все верно. Не все у нас верно. Скобка у нас тут не нужна. Это правда. И это... И это неправда. Все хорошо. И это же нас приводит к правилу алгебры логики, которая гласит очень... Давайте я вот что сделаю. Гласит вот что. Ой, нет. А, нет. Сейчас, секундочку. Вот. Вот это мы закомментируем. Нет, не закомментируем. Вот. И теперь вставим. Вот. Который гласит вот что. Что при раскрытии скобок, при отрицании некоторого выражения, в этом выражении сравнения меняются на противоположные. Здесь написано больше либо равно, значит меньше. То есть здесь написано, собственно, не меньше, а здесь написано меньше. Сравнения меняются на противоположные. А квантеры, ну не квантеры, а эти самые, логические операции, меняются and на or и обратно. Вот. Это правило. Оно как бы непреложное в алгебре логики. Обратно тоже верно. Например, если мы хотим проверить отрицание того, что, чего отрицание, ну какой-нибудь операции или, да, не знаю, там, я в определенном месте буду сегодня или завтра. Или сегодня или завтра, да. Может быть в оба раза. Так вот, отрицание, что я в этом месте не буду ни сегодня, ни завтра, выглядит так, что я там не буду сегодня и я там не буду завтра. Вот, пожалуйста, значит, утверждение, я в определенном месте побываю сегодня или завтра. Если мы от него берем отрицание, нам придется заменить сравнение на обратное. Я не буду там. Или на и. Не буду там сегодня и не буду там завтра. Вот такие вот правила. Еще в алгебре логике много всякого интересного, но мы договорились об этом много не рассуждать, поэтому, значит, едем дальше. И вот мы приезжаем ко второй на сегодня интересной теме. Она, скажем так, более насыщенная, поэтому под нее чуть больше времени у нас выделено, которая называется циклы. Циклы. Тут надо заметить, что, скажем так, для создания алгоритмически полного формализма, что бы это ни значило, а, грубо говоря, для создания языка, на котором можно запрограммировать произвольный алгоритм, нам нужно три вещи, чтобы было. Это не является обязательным условием и также это не является достаточным условием. Но практика показывает, что если в языке программирования есть три сущности, то, скорее всего, большую часть алгоритмов на нем можно написать, а те, которые написать нельзя на нем, это чисто техническое ограничение. Какие-то глупости, связанные с размером памяти, количеством строк, еще чего-то такой какой-то ерундой. А так, если есть идеальная поддержка вот этих трех сущностей, то можно написать любой алгоритм. В обратную сторону неверно, есть языки программирования, где по-другому все это устроено. Три сущности это переменные, в данном случае в питоне именованные объекты, условные операторы и циклы. Вот эти три вещи должны быть. Иногда говорят, что достаточно одних только циклов, просто цикл на один оборот может рассматриваться как условный оператор. Но это некоторая такая уже фантазия. Для нас с вами удобно такое грубое знание, что переменные условные операторы цикла необходимы условия для того, чтобы все это работало или достаточно. Какой? Окей, циклы. Как видите, синтактическая конструкция цикла очень-очень простая, похожая на их, только еще проще. While условия оператор. Давайте сразу какой-нибудь цикл со счетчиком зададим. Значит, да. Как она работает? Приверяются условия на истинность или ложь. Если условия истинные, выполняются все операторы, которые внутри блока с отступом нашего цикла стоят, и снова проверяются условия. Если условия истинно, снова выполняются операторы, которые стоят внутри нашего цикла блока с отступом, и снова проверяются условия. И так до тех пор, пока при очередной проверке условия не окажется, что оно ложно. Если условия ложны, мы переходим на после блока с отступом, точно так же, как это делает оператор if. Вот. Ну и вот вам пример. Давайте какой-нибудь цикл со счетчиком организуем. Написим там, i равно 0, while i меньше 10, print i, ну и увеличить, i плюс равно 1. Как он его назовел? Мы его назовем цикл. Смотрите, какая красота. И это нам вывел наш программ с циклом. А что здесь написано буквально? Ну, буквально мы заводим объект 0, называем его i, проверяем, не меньше ли он 10. Если он меньше 10, вывозим этот объект на стандартный вывод и вычисляем новый объект, который на единицу больше, чем этот объект, называем его i, и опять проверяем вот это i, теперь оно все еще меньше 10. Если да, вывести, сконструировать новый i, который на единицу больше, и до тех пор, пока i не станет равно 10. Кстати, i равно 10, можете мне в это поверить. i равно 10, как видите. Вот. И это все. Здесь как бы вся премудрость оператора цикла перед вами. Причем перед вами даже больше премудрости, чем я сказал в самом начале, потому что я намеренно сказал, что в операторе while 2 всего 2 части. И это было отчасти правда, потому что синтаксически в операторе while 2 части. Но, и это мы сегодня встретим несколько раз, и я призываю всех, особенно начинающих в программировании, пользоваться этим простым, немудрящим правилом. В канонической схеме цикла, так называемой, не две части, а четыре. Вот все четыре части сейчас перед нами. К части, которая называется проверка условия, и собственно тело цикла, полезная нагрузка, печать, прибавляются еще две. Изменение нашего условия, то есть изменение тех объектов, которые будут участвовать в условии, и перед самым началом нашего цикла, инициализация этих объектов. Как мы дальше увидим, отклонение от канонической схемы цикла из четырех частей, как правило, приводит к тому, что программа работает не так, как вы хотите. Такая вот, такая вот неожиданная, неожиданная модификация нашего обычного понимания цикла, как штуки, состоящие из условий тела. Вот. Еще раз. На самом деле цикл состоит из четырех частей. Инициализация условия, проверка условия, какое-то тело, и изменение условия. Маркезио спрашивает относительно генераторов списка. Нет, нельзя. Вайл только такой. У этого есть даже некоторое обоснование теоретическое, почему его туда нельзя убрать. Но, вот, я его приводить не буду в этих лекциях. Ну, давайте какой-нибудь примерчик рассмотрим, не знаю, там, табличку умножения напишем. Да, вот, вот, перепишем сюда и умножить на 6 равно и умножить на 6. Ну, смотрите, какая красота. Табличка умножения. Что еще можно придумать? Можно придумать, например, цикл по вводу. В домашних заданиях будет обработка последовательностей, которые заканчиваются каким-то определенным числом, например, или еще чем-то. и эту обработку последовательностей можно вполне запихать в цикл и циклически что-то с ней делать. Причем, довольно часто бывает так, что последовательность мы обрабатываем, а хранить последовательность не надо. Нам надо обрабатывать по одному элементу. Ну, например, поиск максимума среди множества чисел. Давайте мы попробуем вот такую сделать. Значит, поиск максимума среди... в последовательности... Нет, стол последовательность давайте не выберем. Среди чисел... Ну, скажем так, натуральных чисел. Натуральные числа целые положительные, соответственно, конец ввода ноль. Вот, конец ввода. Что мы должны сделать? Мы должны... Мы должны сделать предположение относительно того, чему равен наш максимум. Да? Ну, допустим, максимум равен... Поскольку числа натуральные, мы можем... Мы можем... Мы можем себя повести так, что присвоить максимуму несуществующее значение, скажем, минус один. Мы точно знаем, что среди натуральных чисел минус одного не будет. Вот. И дальше мы должны вводить по одному числу и проверять, если оно больше максимуму, то переприсваивать максимум. Как это выглядит? Ну, значит, мы должны... Что мы должны сделать в цикле? В цикле мы должны проверять, что наше число n, введенное if n... А, значит, что мы должны... Мы должны ввести n. Давайте проверяем там. Ввести n. n равняется in... in. If n больше max, max равно n. И вот это мы должны делать в цикле. Да? Ой. Ой. Что я сделал? n. Вот это мы должны делать в цикле. While n больше нуля. Вот. Что мы еще забыли? Мы забыли ввести следующее n. Мы же целую последовательность вводим, да? Вот мы вводим. Вот программа, которая вычисляет на всем. Дайте проверим, работает ли она. А сейчас потом на нее посмотрим, что в ней такого интересного. Так, а когда она заканчивается? А, нулем заканчивается. Так, только мы забыли его вывести, этот максимум. Ха-ха-ха. Принт, макс. Так, ну давайте. Ноль. Да, похоже на правду, что это максимальное число. Обратите внимание на то, что, казалось бы, вот эти два оператора, один из них лишний. Они совершенно одинаковые, видите, да? Но, если мы посмотрим на каноническую схему цикла, мы увидим, что они выполняют разную роль, и поэтому они не могут быть лишними, и они должны быть в разных местах и по-разному интерпретироваться. То есть, да, действительно, это операция ввода, и это такая же точная операция ввода, но с точки зрения канонической схемы цикла, и это вот операция, это инициализация переменной n, которая потом будет проверяться. Дальше идет проверка условия относительно n, дальше идет какое-то тело цикла, ради которого мы его, собственно, затеяли, а дальше идет изменение условия, где меняется значение n на следующий ввод. При этом, обратите внимание на то, что выглядит одинаково, но роль играет разную. здесь вот эта строчка играет роль инициализации нашего цикла, а здесь роль изменения условий нашего цикла. Поэтому, как было четыре части, так и осталось. По-другому вам написать будет сложно, разве только при помощи волос-оператора. Если вам интересно, попробуйте сами сократить чуть-чуть на одну строчку, на две строчки, на самом деле, сократить на две строчки эту программу, применив туда волос-оператор. можно вот сюда, вот сюда, вот одновременно с сравнением вставить ввод. Но, чтобы не путать вам мозги, я оставлю так, как есть. Вот вам, пожалуйста, пример использования оператора цикла, причем, как мы не старались, от экономической схемы мы не отошли. Вот у нас инициализация, проверка условия, тело и изменения. Ну, дальше больше. Возьмем другую задачу, которая называется поиск первого. Есть такой шаблон программирования, называется поиск, или давайте еще какой-нибудь примерчик на цикл. Примерчик на цикл. А, ну тут были циклы со счетчиком, цикл по вводу. Давайте еще что-нибудь такое сделаем. Давайте вот, ну, например, не пользуясь логарифмом, определить ближайшую степень двойки к нашему числу. Давайте вот такой. Да, значит, мы вводим число, оно целое, и мы должны вывести в конце ближайшую степень двойки, давайте по-русски, к. Как ее вычислить? Ну, какие у нас бывают степени двойки? Нулевая степень 1, значит, первая степень 2, вторая 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 324, 2048, и так далее. Ну, значит, мы должны написать, что это k равное равняется единицы, и while k меньше n k умножить равно 2. Помните, что это такое? Это k равняется k, равняется k умножить на 2. Такая же, вот это такое же точно, для целых чисел, эта операция полностью эквивалентна вот этой. Вот. Я рекомендую использовать именно такие вот укороченные варианты, потому что это как бы указание читающему нашу программу о том, что мы именно k модифицируем. Мы сейчас переменную k переназовем, а именно умножим ее на 2. Вот. Что при этом происходит? При этом у нас в k будет сначала 1, и пока оно меньше n, в k будет потом 2, потом 4, потом 8, ну и так дальше. Давайте проверим, как это работает. Вот. Оно что-то вводит. Ну, скажем, 123, 128. Ошибочка вышла. Смотрите, у нас получается решение, мы решаем не ту задачу в результате, да, мы выводим ближайшую, мы вводим, как бы, первую степень двойки, которая превышает нашу n, а нам нужно предыдущую. Надо как-то модифицировать эту штуку. Как это сделать? Ну, самый простой способ запоминать предыдущее значение. Да, значит, смотрите еще раз, да, я решил не ту задачу. Я хотел подобрать наибольшую степень двойки, не превышающую n, да, а получилось у меня превышающую. Почему? Потому что я из этого цикла вышел только после того, как k стало больше, чем n. Понимаете? Вот. Окей, значит, что мы должны сделать? Мы должны проверять k, а возвращать предыдущее значение. Ну, есть два способа. Самый простой способ, конечно, сделать вот так. Он, правда, нам сейчас выдаст неправильный ответ, в случае, если n равно единице. Но во всех остальных случаях будет, конечно, все правильно. Да, вот если, вот теперь 64, а если я, скажем, сделаю 513 и даже 512, ага, меньше равно. Извините. Вот. 512. 512. Но, эта программа будет работать не совсем правильно, например, для единицы. Ой, нет, работает. А что я сделал не так? А, нет, все нормально. Работает. Ну, и отлично. Тогда, тогда я беру свои слова обратно. Вот. Ну, вот. Другой вариант был бы в том, чтобы не вычислять вот эту степень двойки, не восстанавливать его из нового k, а просто ее запомнить. Он чуть более сложный, ну, давайте на него посмотрим. Значит, запомним также result. И он будет равен, ну, допустим, той же единице. Обратите внимание, кстати, на вот такую конструкцию. Это называется множественное присваивание. Мы можем положить, назвать два объекта двумя именами за один присед. здесь написать r равняется k, а k умножить. И здесь написать r. Только result. Давайте посмотрим, что получится. Ну, я думаю, что получится правильно. Получается правильно. 6, 5, 5, 3, 6. Я знаю такую степень двойки. Вот. Ну, в общем, по всей видимости, по всей видимости, я написал правильную программу. Да? Еще раз, что здесь происходит. Первая новая для нас конструкция, множественное присваивание, когда мы, множественное связывание, прошу прощения, когда мы называем именами result и k два объекта один и один. Это просто такой синдексис. Запомните это. Это удобно. Вот. И дальше мы запоминаем предыдущее значение k перед тем, как его умножить на два. Всякий раз, когда мы говорим, что k у нас не превышает n, мы это нужное нам k запоминаем, а k увеличиваем на два. Соответственно, когда у нас k будет больше, чем n, мы вывалимся из цикла while и пишем. Ну, чтобы закончить внезапно появившуюся тему о множественном присваивании, скажу, что мы могли написать еще вот так вот. что это такое? Это абсолютно такое же множественное присваивание. Мы теперь связываем. Мы говорим, что result и k теперь будут соответствовать, result будет соответствовать k, а k будет соответствовать k умножить на два. Давайте сделаем паузу и подумаем над этим. Да, ничего, ничего сложного. мы просто переназываем вот эти выражения k и k2 переназываем именами result и k. Та же самая картина, то же самое, что мы делаем, работает точно так. 3, 2, 7, 6, 8. Все так. Вот. Кстати сказать, это довольно такая веселая тема для питона. Любят демонстрировать люди на вводных занятиях по питону, что если у нас есть два для переменных a и b, ну или два имени a и b, то поменять их местами можно так, a, b равняется b, a. Очень удобно. Почему так устроено? Потому что фактически здесь написано следующее. Вычислить два выражения b и a, составить из них последовательность, в данном случае кортеж, и поименовать то, что стоит вот здесь именем a, а то, что стоит вот здесь именем b. Ну, фактически вот оно и произошло, то, что мы хотели. Вот такая картина. Вот теперь у нас некоторые интересные темы, связанные с чисто питонической штукой, которая характерна именно для питона, для синкса питона. Вот. Эта питоническая штука предназначена для одного очень-очень частого шаблона программирования, который называется поиск первого. давайте его напишем. Значит, что это такое? Мы будем вводить по одному числу и искать в этой последовательности, ну, например, число 13. Почему-то я всегда ищу именно число 13. Еще раз, у нас будет отдельное условие, что последовательность заканчивается нулем, и мы должны ответить на вопрос, было в ней 13 или не было. Ну, давайте напишем программу. Значит, while n не равно нулю, значит, надо сначала его ввести, это n, n равняется int вот input. Вот. If n равно 13 print 13 is found, и тут начинаются проблемы. например, когда писать 13 is not found? давайте здесь напишем print 13 из not found. Плохая программа негодная, она, конечно, работает, но не так, как мы хотим. Вот. потому что, А, отлично. Так, задание для всех. Какое отступление от канонической схемы цикла содержится в этой программе, что она вообще работает не так, как я хочу совсем? С учетом того, что у нас тут лаги, я, наверное, сам отвечу сейчас на этот вопрос, но пока, значит, вопрос висит в воздухе, я отвечаю на вопрос чем и почему n с большой буквы, потому что мне так захотелось, на самом деле мы сейчас не следуем никакой традиции, какие перемены с какой буквы пишутся. Вот нам Иван подсказывает, что отсутствует условие прерывания, ну и давайте будем занудами, отсутствует пункт 3, который называется изменение условия. Смотрите, Иван, выход из цикла есть, вот он, он при условии, что n не равно 0, то есть проверка условия есть, нет изменения этого условия, да, мы не ввели, не сделали тот кусочек, который занимается изменением того условия, которое мы проверяем. Маркизио, нет, инкремента у нас не предполагалось, да, вот, инкремент это увеличение на единицу, здесь нет никакого увеличения на единицу, но вы думаете в правильном направлении, действительно, цикл, который я написал, я забыл в нем указать третью часть канонической схемы цикла, а именно изменение тех объектов, которые будут участвовать в условии. В данном случае изменение это ввод, мы уже видели, это типичный цикл по вводу. Ну вот, тем не менее, программа все равно еще работает не так, как мы хотим. Смотрите, вот там вроде бы все правильно, но это только кажимость, во всех остальных случаях она работает неправильно. Если у нас встречается 13 в тексте, она пишет 13 из фаунт, но 13 из notфаунт она пишет все равно. А нам нужно, чтобы в случае, если 13 было в вводе, она один раз писала 13 из фаунт и больше ничего. А если 13 встречается много раз, она много раз пишет 13 из фаунт, что тоже, в общем, не то, что мы хотели. Опс. Ну, неважно, тут ошибка была, но вы меня поймите. Надо делать что-то дальше. Мы уже этот вариант в самом начале лекции рассматривали. Вариант состоит в том, чтобы завести специальную флаговую переменную, Иван, параберик, сейчас разберемся. Чтобы завести специальную флаговую переменную, то есть сделать предположение о том, найден или не найден этот самый 13, равняется false. И тогда мы здесь пишем так. Мы здесь пишем find равно find, я сказал, равно it's true. И здесь пишем, соответственно, проверку флаговой переменной. If find 13 is found, else 13 is not found. Мне кажется, так будет работать. Давайте попробуем. работает. Работает. Find is not defined. Find, а не found. Ну, в общем, сейчас тоже заработает. Вот. то есть это решение решает задачу. Но обратите внимание, как у нас усложнилась конструкция нашей программы, просто потому, что мы должны сохранять сначала результат этого нашего поиска, а потом уже его обрабатывать. Стало много строк. Ну, много по отношению к простоте той задачи, которую мы решаем. Как правильно говорит Иван, мы можем вот сюда поставить оператор break. Что делает оператор break? Оператор break немедленно выходит из цикла после того, как мы ну, короче, немедленно выходит из цикла. Оператор break приводит к немедленному выходу из цикла, независимо от того, условия выполнены или нет. Прямо сразу жмяк и выходит за пределы нашего цикла. Давайте проверим, как это работает и что изменилось от появления break в этом месте. Ну, если мы до break не доходим, то все работает как и раньше. А вот если мы до break доходим, то первое же 13, которое у нас появляется в оводе, приводит к тому, что мы пишем 13 из found, потому что нам больше не нужно искать. Мы уже нашли число 13. Добавили break. Только программа стала еще больше. Она, конечно, стала более эффективна. Ей не нужно дожидаться конца ввода. А как только появляется 13, мы сразу говорим, что 13 найдено и прекращаем цикл из-за этого break. Но она стала еще длиннее. Короче говоря, в питоне для таких ситуаций, для такого шаблона есть специальная штука, которая нам позволяет обойтись без половины примерно строк, которые здесь у нас написаны. ну или почти половины. В чем идея? Идея состоит в том, что питон различает, строго различает ситуации, когда у нас выход из цикла произошел потому, что условие неверно, не выполнилось, больше не выполняются условия, или выход из цикла произошел потому, что произошел break. как это различается? Синтаксически, с помощью такой штуки, которая называется else к циклу while. Вот у нас мы привыкли к тому, что else бывает к оператору if, вот к циклу while тоже бывает else. Вот, выглядит это примерно так. Сейчас. О! В случае, если выход произошел потому, что условие больше неверно, выполняется else, это так же, как в условном операторе, только один раз, не циклически. Да? Мы вышли из цикла и вышли, потому что l у нас равно нулю. Тогда мы выполняем условие else. А в случае, если выход произошел из-за оператора break, а условие-то на самом деле верно, клауза else не выполняется. И вот тогда наш алгоритм поиск первого превращается в довольно аккуратную конструкцию, в которой все еще все понятно. Вот, если аккуратно посмотреть на то, что такое else к циклу while. Напоминаю, else к циклу while это такая штука, которая выполняется в случае, если вот это условие больше не true. Во всех остальных случаях она не выполняется, вот, в том числе она не выполняется, если мы из цикла вышли, но по брейку. Давайте проймем. я специально написал слово done, чтобы было видно, что этот done печатается в любом случае, а вот, например, вот, видите, вот она ситуация, когда мы из этого цикла вышли по брейку, потому что мы нашли 13, мы нашли 13, мы вывели 13 мы сделали break, мы не выполнили вот эту клаузу else, потому что n у нас равно 13, а вовсе не нулю, и мы написали done. Вот вам, пожалуйста. Чтобы немножко вас запутать, те, кто боится запутаться, не запоминайте, что я говорю, мы можем именно цикл по воду модифицировать таким образом, чтобы он был еще короче. мы можем засунуть вот, вот сюда, написать n равняется end input. Получится конструкция, которую, в общем, не очень легко читать с непривычки, поэтому я ее не рекомендую начинающим. Но это рабочая конструкция, и она еще больше как-то упрощает нашу программу с виду. Да, вот это мы убираем, и вот это мы тоже убираем. Вот, смотрите, какая красивая картинка. Что здесь написано? Здесь написано ввести строчку, преобразовать ее в int, назвать ее буквой n и сравнить с нулем. Почему я говорю, что это проще? Ну, потому что, как видите, я убрал как минимум сколько там, две строчки, да? Вот. Почему я не очень рекомендую использовать? Здесь сложнее, здесь сложнее с клонической схемой цикла. У нас одновременно проверка условий совмещена с изменением. А, вот. Но, тем не менее, так работает. Что? А, вот. Тем не менее, так работает. Вот. ну, в общем, как хотите, я бы поначалу не пользовался такими замороченными конструкциями, но просто, чтобы вот, чтобы не забивать себе голову. Так тоже работает. Ай, что-то не то ввел. Да-да-да-да-да-да-да. Вот тут мне подсказывает, что поскольку, что поскольку марскезио, что поскольку вот здесь вот n, это пустой объект, и можем ценить просто while n, но тут, извините, я упрусь и скажу, что это сигнал программисту о том, что мы n сравниваем с нулем, именно с нулем. Вот. Что n числовое, должно быть равно нулю, в том случае, ну и так дальше. Да, это скорее не для питона информации, а для людей, которые читают эту программу. Овации. Да, вот тут Python Pro говорит, что плохо читаемо, если вот этот вот Aldous operator вкладывать внутрь. Я, в общем, отчасти с ним соглашусь, но на самом деле при некоторой сноровке это читаемо, однако это так называемый побочный эффект, и есть такие дисциплины программирования, где за наличие побочного эффекта ну реально бьют по пальцам, говорят, что так делать нельзя совсем. Ну, в общем, поэтому надо быть аккуратнее с ним, с маржовым оператором. До кучи еще, до кучи еще скажу, что помимо оператора break есть оператор continue, который работает очень просто. Давайте прямо в командной строке. а равняется 5, while а меньше меньше 21, if а равняется 13, continue, print а здесь только а плюс равно 2, вот. Обратите внимание на эту убедительную программу. мы значит инициализация, вот, проверка условия, внезапно в этом месте изменения, сейчас скажу, почему оно следует в неправильном месте, дальше проверка некоторой continue, и дальше print а. print а выполняется всегда, кроме одного случая, когда а было равно 13, мы перешли сразу на проверку условия. и вот тут очень важный момент связанный с канонической схемой. Если у нас используется оператор continue, он должен происходить после изменения. Если мы изменения поставим, если изменение будет недостижимо в результате оператора continue, то мы получим кривой цикл, смотрите, какой. Довольно забавный. а равно 5. Взяли, переставили изменения в конец, думали, что так будет хорошо, а вышло не очень. Что сейчас происходит? У нас а равно 13, и оно теперь всегда равно 13. А равно 13, проверили, continue, меньше 21, равно 13, continue, и так по кругу бесконечный цикл. Кстати, чтобы остановить его, нужно нажать Ctrl и C. Ctrl и C в питоне, а также вообще во всех линук-системах и по-моему не только в линукс, посылает специальный сигнал, который останавливает интерпретатор, вот сигнал Keyboard Interrupt, и в общем вот все хорошо. Зависший цикл можно прибить с помощью Ctrl-C, можно просто окошечко закрыть. и последнее на сегодня новая тема, пожалуй, самая сложная, вот и на нее будут домашние задания в основном, это вложенные циклы. Значит, к вложенным циклам надо, дайте я позакрываю лишнее, к вложенным циклам надо немножко присмотреться, смириться с их существованием и с тем, что они всегда нужны, так что мы сейчас по них поговорим, посмотрим примеры про то, что это совсем простая штука, вы узнаете, когда будете делать домашние задания. Значит, в чем принцип вложенных циклов? Вообще, поскольку внутри цикла может быть все что угодно, мы можем внутри цикла положить еще один цикл. Этот вложенный цикл внутри внешнего начнется, продолжится и закончится, то есть там совершенно обычный цикл внутри, просто он будет выполняться столько, вот он внутри себя провернется один раз, а потом мы перейдем на его начнем, но еще раз внутри себя перевернется один раз. Давайте мы прямо с качества примера сразу напишем табличку умножения и посмотрим, какие нас могут встречать грабли, когда мы вручную вырезаем вложенные циклы невнимательные. Таблица умножения, ну не знаю, от for, нет, не for, какой фарфор у нас не было. i равняется, скажем, одному while и меньше, ну скажем, 6, тогда 2 с 2 до 6, пускай, коротенько. j равняется тоже 2, зачем тут двоеточие, while, j меньше, ну скажем, 6 же. Ну давайте здесь тогда от 3 до 7. 7. Вот. print и умножить на j равно и умножить на j. дальше мы внутренний цикл j плюс равно 1, а дальше внешний цикл i плюс равно 1. Ну давайте проверим, что у нас, как у нас работает все это, а потом я покажу, что работает. чё? key, key not defined, где ты видел key? Вот она key. О, смотрите. Ну она, правда, вся в столбик выведена, табличка умножения, но я думаю, что мы сейчас этот вопрос победим. Итак, у нас 16 раз была выполнена, вызвана функция print, 16 раз, почему? Потому что внутренний цикл, а вот это внутренний цикл, вот его инициализация, вот его проверка условий, вот его тело, вот его изменения. Внутренний цикл повторяется 4 раза, от 3 до 7, не включая 7, то есть до 6, включительно, 3, 4, 5, 6. Переменные объекты имя j указывают на объекты, которые вычисляются по кругу, и это объекты 3, 4, 5 и 6. Да, вот, оно было 3, потом мы прибавили единицу, стало 4, потом 5, потом 6, а когда j ставил 7, соврал, до 7 он тоже указывает, просто не используется. А когда j стал указывать на 7, цикл while закончился, потому что мы из него вышли по условиям. Этот цикл, этот цикл выполняется 4 раза. Вот этот цикл, внешний, это его инициализация внешнего цикла, это его условия, это его тело, это тело внешнего цикла, и это его изменение, тоже выполняется 4 раза, от 2 до 6, то есть, и у нас равно 2, 3, 4 и 5. Когда i становится равно 6, мы выходим из этого, из этого цикла. Тот 4 раза, этот 4 раза, 4 раза по 4, 20. Получается вот такая, довольно красивая картинка, вот, которая вот так, довольно красиво работает. Обратите внимание на то, что я опять применил тупое отношение к происходящему и закодировал свой вложенный цикл таким образом, что у него все 4 части видны невооруженным глазом. Инициализация, проверка условия, тело, изменения. Ну и внешний цикл закодирован таким образом, что у него все 3 условия, все 4 части видны невооруженным глазом. Инициализация, проверка условия, тело, изменения. Самый типичный, самый такой классический ошибка, которую делают очень многие начинающие, состоит в том, чтобы нарушить каноническую схему и перенести вот эту инициализацию в начале или вообще забыть про нее. Вот. Казалось бы, вот у нас начальные значения i, начальные значения j, вот у нас два цикла, вот у нас изменения внутри каждого цикла. Всем хорошо, так должно работать. В действительности я вангую, что... Чем я сказал не включительно? Если я сказал включительно, я ошибся. Извините, пожалуйста. Я мог сказать неправду, но в данном случае я имел в виду, конечно, не включая. Так вот, я вангую, что этот цикл отработает четыре раза. Давайте проверим. А, и точно. Почему четыре? Ну, ответ на самом деле перед нами, он очень простой. И ответ этот состоит в том, что когда мы первый раз проходим цикл while, внешний цикл, давайте номера строк включим, да? С третьей строки, надо, кстати, навсегда это запомнить, чтобы он включался. Потом мы заходим на цикл внутренний, j равно 3, выводим, теперь у нас j равно 4, выводим, 5, выводим, 6, проверяем, выводим. j равно 7, проверяем, выходим из цикла, и у нас равно 2, возвращаемся сюда, и меньше 6, проверяем, j равно 7, выходим, и равно 3, возвращаемся сюда, j равно 3, меньше 6, проверяем, j равно 7. Вот оно, то есть мы можем даже вот здесь вот написать что-то типа, нет, не здесь, вот здесь. Откладочную выдачу будет, print, и сразу будет все ясно. Видите, да? Вот. Такая вот фигня. Значит, что мы сделали? С одной стороны, мы формально говоря, нарушили каноническую схему цикла. С другой стороны, мы нарушили, в общем, здравый смысл, потому что теперь видно, что вот этот внутренний цикл устроен таким образом, что он работает только один раз. Никто обратно не устанавливает j, равное 3. j остается внутри вот этого цикла равно 7. Почему? Да потому что мы не в том месте его инициализировали. Ой, ой. Ой, сейчас. А надо было делать это вот так. Вот. Вот теперь должно работать. Вот, обратите внимание на откладочную нашу выдачу, которая выводит значение i и j в конце. Можно это закомментировать. Вот. Вложенный цикл. Таких вложенных циклов... Циклы могут быть вложены какие угодно. Мы, например, можем комбинировать наш цикл по воду с, например, проверкой вычислением наибольшей степени двойки, не превосходящей нашего числа. Давайте прямо это сделаем. Значит, вот у нас есть... Даже, наконец, перекрашиваю это в правильный цвет. Цикл, который вычисляет ближайшую степень двойки. И какой-нибудь цикл по воду. Цикл по воду. Ну, хотя бы вот этот. Давайте мы сделаем из них один вложенный цикл, который вводит число и выводит из него ближайшую степень двойки. А видя 0, отваливается. Давайте мы его сохраним как по-другому. Ну, назовем его, допустим, как-нибудь. Вот. Значит, вот это у нас внешний цикл. Это его инициализация, это его проверка условий. Здесь будет его тело, а здесь будет его изменение. Да, а вот это у нас внутренний цикл. Так, и что надо еще вывести? Вот здесь вот надо вывести. Print. К. Вот. Что получается? Получается, что мы организовали классический цикл по воду. Вот он. Инициализация, проверка условия, что-то, изменение. А внутри этого цикла по воду организовали нашу, вот, скопировали, вернее, туда нашу программу, наш кусочек кода, который вычислял ближайшее число к нашему, ближайшую степень двойки. Давайте проверим, что ли. Что-то мне не нравится. Почему 2.34? Это 256. Не понял. Что-то я не прав, по-моему. Ну, давайте еще раз посмотрим. А-а-а, почему, почему 2.36? А-а-а, господи, прости. Ну, конечно. Конечно. Потому что К, да, да, да. Сейчас. Потому что К, а не результат. Спасибо. Спасибо, дорогой. Так. Угу. Шикарно. Ноль. Финал. Ну вот. Смотрите, какая история. Значит, кажется, я... Да, значит, наверное, стоит сказать, что при попытке забыть про другие части канонической схемы цикла, возникнут всякие такие же повреждения. Значит, мы уже с вами видели несколько раз, я забывал изменения, и цикл превращался в бесконечный. Или если не вписать тело, то непонятно, зачем вам этот цикл нужен, раз уж он ничего полезного не делает. Кажется, на сегодня все. Давайте задавайте вопросы, если они были. Домашние задания будут завтра, или формулировки будут сегодня вечером, а на еджад же они будут завтра, если я успею сегодня сделать формулировки. Дедлайн у нас, как обычно, 6 дней. Домашние задания будут, по большей части, на вложенные циклы, потому что вложенные циклы – это хотя бы, ну, хоть какую-то степень тяжести абстракции, которую нам надо освоить и упражняться на них. Обратите внимание на то, что я вот в прошлый раз это, кажется, явно не сказал. Есть такой, нет, нет, есть такой сайтик, который называется python-tutor.ru, не путать с python-tutor.com. Вот, в нем курс аналогичный нашему, немножко по-другому построенный, но очень аккуратно сделанный и с изрядным количеством заданий, то есть предполагается, что если уж вы все вот эти задания сделаете, то вы точно язык освоите. Вот, поэтому кому мамовато наших заданий в Еджадже, коих там будет 4, кажется, не больше, всех вас приглашаю вот сюда. Это хорошее место для проверки скиллов. Единственное, некоторое препятствие состоит в том, что тут немножко другое по основности изложение. Например, видите, у них есть цикл фор и строки где-то в начале, а у нас строки и цикл фор, кстати. Будет только в следующий раз. Но, тем не менее, это место годное, туда надо ходить, там хорошо. Пока что, видимо, все. Тут уже передают привет коту, поэтому, видимо, вопросов больше нету. Раз вопросов больше нету, то тогда до следующей встречи. В следующий раз у нас строки и я попробую вставить какую-нибудь вкусность, какой-нибудь инструментик, что-нибудь такое. Я посмотрю, что можно сделать, чтобы не ограничиваться одним только обработкой текстовых потоков туда и сюда. Ну вот, меня уже начинают хворить. Спасибо вам большое. До следующей встречи. В следующий раз, через неделю, кажется, там ничего не будет. Через неделю такого. Давайте посмотрим. А, ну да, октябрь. Все, все нормально. Всего доброго. Спасибо. До свидания.